На календаре снова пятница И это значит, что пришло время для традиционного музыкального дайджеста от портала thankyou.ru Вашему вниманию 24-й TY News 7 июня в Москве состоялась 11-я по счету премия Муз-ТВ Артисты портала thankyou.ru стали победителями в двух номинациях Группа Каста наконец-то получила свое в разделе лучший хип-хоп Вахтанг получил тарелку за лучший дуэт с Валерием Меладзе Поздравляю Спасибо большое, спасибо большое Хотел поблагодарить Валерия Меладзе, Константина Меладзе И свою маму, своего папу, всех-всех-всех своих близких людей Вот мне уже звонят, не могут никак угомониться И я сам очень взволнован Вообще, если честно, для меня эта премия и вообще вот все, что сегодня происходит Великое вдохновение в моей жизни произошло Вдохновение, наверное, на всю жизнь, на долгие годы вперед Я буду сочинять, буду делать музыку, ведь я этим занимаюсь с трех лет И без этого не представляю свою жизнь, так что буду идти вперед А ты когда с утра проснулся, у тебя было ощущение вот какое-то, что вот какой-то сегодня, наверное, мой день там, ну, чувство Мне такого ощущения не было, что я прям проснулся и было ощущение ябл Мне такого ощущения не было Наша Настенька всю неделю разучивала танец Gangnam Style, чтобы принять участие в самом масштабном флешмобе, приуроченном к премиуму с ТВ Давайте посмотрим, как это было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Недавно в Госдуме на обсуждение был вынесен очередной антипиратский закон Наш корреспондент решила выяснить, что думают об интернет-пиратстве наши звезды А что, есть интернет-пиратство? Сейчас, по-моему, все немножко меняется уже в другую сторону Нет? Как относиться? Отрицательно, хотелось бы, чтобы этого не было Я думаю, что мы все равно придем к тому, что этого будет становиться все меньше и меньше Как вы понимаете, как любой музыкант, я даже сам покупаю всю музыку, по-моему, в iTunes принципиально То же самое, как и в фильмах Ну, конечно же, ужасно Я сама была жертвой мошенников Вот, с помощью того, что они выкладывали всякие истории о том, как я похудела И просили людей скинуть им деньги на мобильный телефон За счет этого они получали секрет моего успеха Вот, поэтому ужасно отношусь Как можно относиться плохо к людям, которые мошенники? Хорошо, точнее, конечно, плохо Ну, понятно, что плохо Как боретесь, если боретесь? Да я не борюсь, в принципе Я просто стараюсь, например, приобретать фильмы и музыку Легальным, нормальным способом, оплачивая все Смотрите, интернет-пиратство будет потихоньку зажиматься различными законодательными ограничениями Буквально вскоре будет несен закон Которые будут сильно ограничивать пиратство аудиовизуальных средств А именно кино и сериалов Ну, действительно, люди тратят миллионы долларов, рублей на производство сериалов или кино А это в день проката уже выходит в сеть Это, конечно, удар, да? Поэтому это начнется с этого ограничения и пойдет дальше Обязательно будут такие меры Я очень плохо отношусь к пиратству Абсолютно чудовищно Это то же самое, что прийти и что-то украсть из дома или из кармана И я, на самом деле, очень пострадала от этого сама Потому что мои костюмы бархатные, с которыми я, собственно, начинала свою творческую деятельность Стали подделать Это нанесло большой урон моему бренду И также, конечно же, не улучшило мою финансовую ситуацию Но, тем не менее, я думаю, что деньги, заработанные пиратством, это те деньги, которые не идут во благо людям Все равно надо по-честному зарабатывать деньги, а не воровством Ну, в нашей стране достаточно сложно выносить какой-то вклад в борьбу с пиратством Потому что тут много таких моментов, которые не срабатывают К пиратству я относился хорошо только в детстве А сейчас к любому пиратству отношусь негативно Как борешься? А как мне бороться? Скажи, как можно бороться с пиратством? Найтюнс там или еще покупать? Ну, вот как-то принципиальный момент Как таковая это не борьба, это лишь борьба с собой, может быть, относительно, не скушаться А с пиратством бороться должно государство, а не артисты Как я могу сказать? Ну, я могу понять пиратов с одной стороны, да, зарабатывать деньги из воздуха, собственно говоря, никто не запрещал И, наверное, это самая простая история Но как артист, у которого воруют, то, конечно, негативно отношусь Как ты относишься к интернет-пиратству? И есть ли у тебя какие-то пути решения этой проблемы в России? Ну, знаете, в России это очень сложно исправить, так как это было порождено спокон, ну, не знаю, очень долгое время Даже я могу рассказать свою историю На Горбушке, такое знаменитое место, все его знают, до сих пор оно есть Не было очень, ну, не, как так сказать, в среднем классе семья, грубо говоря И не было возможности для того, чтобы покупать диски И я с моими друзьями, у Алла, и что я один, после школы забегал на Горбушку и совершал плохие злодеяния Некоторые люди там воровали в метро, там, всякие мобильники, всякие такие штуки А я воровал музыку, да, и слушал его У меня дома 5000 дисков И благодаря, можно сказать, этому волшебному пиратству и Горбушке Я поднял свой музыкальный, так сказать, слух и все такое Так что у меня вот такой путь у меня был То есть ты за пиратство, я поняла Спасибо большое Я против пиратства, сейчас это надо искоренять, конечно же Но в то время это было классно Мы завершаем 24 выпуск и начинаем готовиться к следующему С вами были Яна, малышка Ксю и Настя Пока Синичка Опа, ган нам ставил Так, а где оператор-то? Где мой оператор? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...